Сотрудники БПВД Брещины пресекли коррупционную схему, организованную директором столичной фирмы. Мужчина давал взятки должностным лицам предприятий перерабатывающей отрасли. Менчанин передал 5000 рублей начальнику отдела одной из организаций Пинска и 23000 рублей инженеру Витебского предприятия. В должностные обязанности взяткополучателей входило снабжение их организаций необходимыми для производства ресурсами. Деньги передавались за увеличение объемов закупок и своевременную оплату. За получение взяток фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. В милицию начали поступать заявления от граждан на мошеннические действия руководства Брестской фирмы. Установлены директоры его жена, работающая заместителем, предлагали и услуги по производству и установке изделий из гранита. Получали предоплату, но договорные обязательства выполняли частично. За два года они завладели дежными средствами 70 граждан на сумму почти 400 тысяч рублей. За мошенничество в особо крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы. МВД напоминает, что каждую среду по всей стране участковые инспекторы милиции проводят прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. В городах с 17.00 до 20.00, в сельской местности с 10.00 до 13.00. Предоставление недостоверных сведений о стоимости коллекционных моделей автомобилей пресекли брестские таможенники. Так, грузовой автомобиль «Мерседес» следовал из Литвы со сборным грузом через пункт пропуска Козловичи. При проведении таможенного досмотра брестские таможенники установили нарушение законодательства, а именно стоимость части товаров оказалась занижена в более чем два раза, а некоторые товары и вовсе не задекларированными. Через границу пытались незаконно переместить более 1700 единиц литых моделей автомобилей для коллекционирования различных марок и моделей, режущих головок, инструментов для заточки, полировочных наборов и иных товаров общей стоимостью более 142 тысяч белорусских рублей. В отношении перевозчика начат административный процесс в соответствии с частями 1 и 3 статьи 15.5 КОАП РБ. Размер штрафов предусмотренной санкции статьи составляет до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Оперативники брестской таможни остановили микроавтобус «Мерседес» в салоне, багажном отделении и конструктивных полостях которого находились 130 коробок с сыром итальянского, голландского и французского производства, общим весом более 350 килограмм. В Беларусь продукция была ввезена под видом товаров для личного пользования. Товар перемещался через таможенную границу путем дробления. Продукцию частями раздавали гражданам. Партия сыра, оценочной стоимостью порядка 54 тысяч рублей, изъята. В отношении индивидуального предпринимателя брестская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 15.1 КОАП РБ. 11 августа автомобиль «Лада» в поселке Речица не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ланча». От удара автомобиль «Лада» отбросило, после чего он опрокинулся на 48-летнюю пешехода, которая двигалась по обочине. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался. Две пассажирки автомобиля «Лада» доставлены в учреждение здравоохранения. Следствием будет дана правовая оценка. Пьяному бесправнику не место на дороге. Под таким девизом с 9 по 12 августа Госавтоинспекция провела акцию по предупреждению и своевременному пересечению фактов управления транспортными средствами нетрезвыми, а также водителями, не имеющими права управления. Мероприятия направлены на предупреждение и своевременное пересечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми, а также водителями, не имеющими права управления. За 2024 год в Пинске инспекторами ГАЮ установлено 63 факта управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в Пинском районе 34 факта, а также 230 фактов управления водителями, не имеющими права управления в Пинске и 152 в Пинском районе. Госавтоинспекция обращает внимание граждан на важность сообщать по телефону 102 о фактах и попытках нетрезвого вождения или нахождения на проезжей части пьяных пешеходов и велосипедистов. Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях. Будьте благоразумны на дорогах, берегите себя и окружающих. Пешеход будь внимателен. По таким лозунгам на территории Пинска с 12 по 16 августа струдники ГАИ проводят акцию по профилактике ДТП по вине уязвимых участников дорожного движения. За 7 месяцев на территории Пинска зарегистрированы 9 ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, при которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб. Три ДТП произошли с участием несовершеннолетних пешеходов. 14 августа в 14.01 спасателям позвонила обеспокоенная женщина и рассказала, что в лесу около деревни Липово Кобринского района пропал ее сын. Выяснилось, что 6-летний мальчик потерялся в лесу, собирая с мамой грибы. Самостоятельные поиски женщины не принесли результатов и она обратилась за помощью в МЧС. Для поисковых работ было задействовано 23 единицы техники и 95 человек. Обнаружили ребенка спасатели в 15-12. В медицинской помощи он не нуждался. Спасатели напоминают. Собираясь в лес, наденьте яркие элементы одежды, чтобы быть более заметным. Возьмите с собой запас воды, еды и аптечку. Сообщите близким или друзьям о месте вашего пребывания и времени возвращения. Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором. Не сходите с протоптанных троп и отмеченных маршрутов. 8 августа в 16.17 произошел пожар в хозяйственном строении в деревне Бобрик. В результате пожара огнем строение уничтожено. Пострадавших нет, а причина пожара устанавливается. В этот же день в 16.22 произошел пожар в хозяйственном строении в деревне Новоселье. В результате пожара огнем строение уничтожено. Привердена кровля в нежилом доме. Пострадавших нет, причина пожара также устанавливается. 11 августа в МЧС поступило сообщение о запахе дыма в подъезде по улице Рокоссовского. На месте выяснилось, что в квартире произошло подгорание пищи на газовой плите. Аналогичный случай произошел 14 августа по улице Первомайской. На территории Брестской области с начала 2024 года произошло 556 пожаров. В огне погибло 62 человека, уничтожено 56 и повреждено 324 строения. Спасено 82 человека. МЧС напоминает, будьте бдительны при обращении с огнем. Редактор субтитров А.Семкин